Нахуй, похую, блядь. С морем, нахуй, веганов. Оседая у тебя гноем, вот представь кусочек мяса, часть из него просто будет гноем, который в итоге вылится, либо в сопли, либо в какие-то неприятные эффекты, типа аллергии, или какие-то вирусы. Сегодня исполнилось 18, жёстко праздную под стрим шефа. Спасибо за стрим вов. Чё, пиво сама себе купила, блядь? Знаю Владимира с 1998 года. Хороший парень на самом деле. Видела его раз с нуля. А вы кто? Сидят тут какие-то картинки кидают. Кидайте деньги лучше. Мне потом на пиво перепадёт. Кидайте сапки, сапки, сапки кидайте лучше, да. Я, кстати, тебя смотрю ещё со времён, когда ты чёлов просил писать под видосами практички на похуй. Ребята, извините, но всем похуй! Так ты жёстко по онлайну устану. Можно не мешать, блядь? Можно вопрос задать? Какой смысл присылать арты в предложку, если ты не смотришь её? Приходится тратить деньги друга. ХТТП. Блядь, охуеть. Пиздец. Тебя что, заставили тратить деньги друга, блядь? Кто тебя заставил? Это какой-то неадекватный донат, как бы. Если у тебя нет денег, зачем ты, блядь, донатишь? Я не понимаю. В чём логика эта, блядь, заключается? Когда я чекаю? Я чекаю, когда альбом набирается. Плюс, с чего ты вообще решил или решила, не знаю, что я, блядь, обязательно должен, блядь, глянуть. Бота, для чего, блядь, сделали, нахуй? Для того, чтобы что? Чтобы люди деньги, блядь, свои не тратили, нахуй. На это. В итоге, я ещё, блядь, и гондон оказался. Схуяли, блядь, вообще. Видите ли, пришлось тратить деньги друга. Ну, охуеть теперь. Вот так и живём, друзья. Купил вкуснейшую котлету из любимой обрыгаловки, и тут на тебе гной, сопли, возможно, сифилиса. Ты ещё даже котлету не съел? Прикиньте, какой пак болячек можно залутать, употребив одну пачку чебупелей. Японцы капитулировали не из-за двух ракеток, а из-за того, что демократия на них два чебурека сбросила. Вот эта смесь белок-углеводы, она даёт много-много гниения, брожения внутри ЖКТ. Братишки, пасту изнюхывай меня, пожалуйста. С днём рождения, Дархан Узагбаев. С днём рождения, счастья, здоровья. Много не пей. Ну, что, блядь, могу сказать? Женщина несёт чушь. В принципе, на канале Ушапки, ничего нового. Значит, получается, от мяса мы получаем болезни, ещё чё-нибудь. Ну, это вообще пиздец. Стараемся не смешивать для того, чтобы внутри было максимально чисто. После такой инфы я только сильнее захотел есть жив... Я когда вижу, когда какой-нибудь веган сидит, чё-то поясняет для типа «Вы поддерживаете убийство животных?» Я прям первым делом открываю Яндекс.Доставку и два ведра, блядь, формата Excel, нахуй, просто с крылышками, блядь, начинаю заказывать. Сори, что не в тему, но самый конченый стример, братишкино. Понимаете, о чём я? Человек — это хищник. Человек должен жрать. Если ты, сука, не жрёшь мясо, нахуй, какого своей, блядь, хуя ты вообще ебасос свой, блядь, открываешь, нахуй? Твоё дело ты можешь хоть вообще не жрать, блядь. Нахуй ты это, блядь, пропагандируешь, долбоёб. Человек обязан есть мясо, блядь. Вот это больше меня раздражает, понимаете, о чём я? Чё-то кто-то поспорит? Я топ-1 по адекватности, держу в курсе. Трухануть пузом и проснуться где-нибудь пьяным под деревом. Хорошо, что мои местные алкаши не знают о таком лайфхаке, а то в радиусе трёх километров не осталось бы ни одной кошки. Мясо не переваривается, гной, сопли. Я в ужасе. Не рассказывайте этой даме, что у нас есть фермент пепсин, который отлично расщепляет мясо. Хотя, если ей порвать этот шаблон, она, ну не знаю, превратится в яблоки. Ты то, что ты ешь. Бля, я бы охуел, если бы попадала, блядь, какая-нибудь, я не знаю, огурцы, и шутка заключалась в том, что овощ. Так было бы смешнее. Ты то, что ты ешь, пиздец. Если я так об стенку стукнусь, меня охота крепкая повываливается. Кстати, вот это яблоко самое угарное, лоха. Лично у меня к этой даме вообще никаких претензий. Судя по описанию канала, она учит не только яблоки, материализуй желание, квест-практику. Меня зовут Мария Самарина, и я помогаю людям жить выдающейся, яркой и необыкновенной жизнью. На своем канале я делюсь полезной информацией, как избавиться от материальных трудностей, и как намечтать на квартиру. Сука. Как намечтать на квартиру, блядь, кто-нибудь скажет? Это, походу, ждет следующее поколение. Ладно, мы еще, мы с вами еще сможем как-то, блядь. Как-нибудь кто-нибудь из нас сможет на квартиру заработать, блядь. Но наши внуки, они точно, блядь, бездомные будут. Там уже цены вот такие нахуй сверху будут. Так вот, ответьте мне, блядь, на вопрос. Кто-нибудь может намечтать мне буквально, буквально, ну, такую символическую цену, ну, в рамках квартиры это пиздец, если кто-то на квартиру, блядь... Разбань и отвоил. Намечтай? Ну, буквально копеечку. Ну, буквально 20 тысяч сабов кто-нибудь может намечтать. Ну, это так, чисто похуйни, ребят. То есть, коровок жалко, курочек жалко. А кучу животных, которых убивают ради выращивания всяких культур и природу, на которую воздействует транспорт, перевозя ваши ебаные акады, не жалко. Вот это ты хорошо сказал, слышишь? Реально. Не, ну это другое, блядь. Это как бензиновая машина и электрическая, блядь. Ну, ты тоже, конечно, несёшь хуйню. Вот электрическая, она полностью безопасная. И похуй, что там вот этот электролит в аккумуляторах, блядь, валяется где-то на земле, блядь, зелёного цвета, нахуй, и там нихуя не растёт в этом месте. Но, блядь, ребята, и испарение хуярит. Радиоактивные, судя по всему. Но это не важно, блядь, потому что машина-то не выдаёт выхлоп, ёпаный в рот. Литий. Ну, вы поняли. Вы поняли, блядь. Ну, просто токсичные. Ну, какая разница, блядь. Поэтому, как бы... Есть овощи, но и на них зарабатывать, продавая курсы о том, как зарабатывать деньги на своих желаниях. Ну, ставлю банан за старание, хули. Токсичников, короткий желудок, травоядный, длинный. Человек, а какой желудок? Обычный, блядь, как у всех. Не знаю, я свой желудок пока не видел. Надеюсь, после этого ролика веганы мне с этим не подсобят, вскрыв мои кишки нахуй. Чё за приколы апеллировать к травоядности человека через длину его желудка, сравнивая с травоядными животными? Да у некоторых жвачных вообще несколько желудков, но вот только ни один из них не может так же эффективно переваривать... Бля, я помню, я охуел, когда увидел какую-то корову, у которой дырку, блядь, в боку просверлили, блядь, и там клапан закрывается, а потом открывают. А для чего это, блядь? Чтобы газы выходили. Это как в тачке, поняли, открыть вот этот бачок, который пшикает всё время. Я не знаю, как это называть. Одно дело есть овощи по здоровью, другое дело есть овощи по шизе. Ну, конечно, конечно. Тут просто какое-то ебаное лицемерие. Насколько животное должно быть милым, чтобы его стало жалко. А с другой стороны, чат, вот почему люди не едят кошек и собак? Бля, базар где-нибудь по-любому едят, но вот мы с вами не едим. Почему? В чём глобальное отличие хавать корову или не хавать кошку, например? Я думаю, в рациональности мясо. Ну, то есть в количестве мяса. Кошку негуманно убивать, потому что там мяса нихуя нет, понимаете? Милли. Ну, милей может быть любой животное, понимаете? Почему все хавают кролика, блядь? А у кого-то кролик дома несколько бегает, роняет. Короче, странная хуйня. Но вот эта вот курочка киевсевая, бля. Курочку от мистера Сандерса, ибо если их кормить мясом, они... О, бля. На шлюнки пошли, бля, какой стейкчик, ух, бля. Скорее всего, умрут ещё, будучи телятами. Человек же просто может усваивать мясо из-за наличия ферментов, которые расщепляют белки. Так что, гг. У человека нет клыков, которые есть у животных. А ещё у людей нет хвоста, как у многих травоядных животных. Получается, мы не для мяса и не для травы созданы. Хм, для чего тогда? Для снюса, нахуй? А ещё клыки у человека так и есть, как и ебейшая сила укуса, которая в моменте может быть даже выше, чем у наших собратьев-обезьянок. А основной прикол в том, что эволюционно наш вид развивался не как хищная машина смерти, а как интеллектуальная единица. Это, кстати, ответ на то, почему... Это, кстати, половина чата избежала этой ситуации, кстати, по поводу интеллектуальной единицы. Кучат. Там типы сидят такие, кто я? Надеюсь, так ещё пишут. Вернулся после армии после 100% изоляции от интернета. Служба у меня прошла не совсем гладко, но я знаю, что всем это безразлично, поэтому всем удачи. Кирюша, здорово. Как же ты фактишь. Конечно, я факчу, блядь. Фак ес. Фак ес. У другие обезьяны не становятся людьми, пока мы качали мозг, жертвуя остротой наших зубов и мышечной силой. Вы покажите веганам мисокомбинаты, их удар хватит. В каких промышленных масштабах производится мясо? Да, чел, если б честно, если б я увидел мясокомбинат, я б, наверное, сам охуел, блядь, и больше никогда в жизни мясо бы и не ел. Поэтому давайте вы мне не будете показывать, потому что одно дело покупное, а другое дело курица, которую бабка твоя захуярила, блядь, при тебе. Вот это вот у меня было в детстве. Я видел, как курица бегает без головы, нахуй, а потом в супе плавала. Я бойкотировал данные, блядь. Насчет накрутки сидел к ску, стримил на 5-10 зрителей, и ко мне влетает 7 каботов на трансляцию, и не знаю, кому нужно было это делать. ХТТП с двоеточие слышно. И да, стримером я не стал. Ничего, бывает. Кому делать? Бывает такое? Бывает. Но не всем. Наши ближайшие родственники обезьянки развили такую... Слюху смотреть не буду. ...силу рук, что способны запуливать свои тушки на огромные расстояния, прыгая по деревьям. Напоминаю, что шимпанзе... Я разделывала курицу, общипывала, рубила, так что... Ёбаный в рот, ебать ты. Так что заебите, ёбла. Лавендаза, ты какой-то больной человек. Ты какой-то потрошитель животный. Я тебя боюсь. Сначала что? Курицу общипывает, потрошит. А потом что? Человека убьёшь? Всё с тобой понятно, блядь. Бразь, настоящая, блядь. Поддерживаешь, блядь, убийство, нахуй. Одно дело, когда Петеленка, блядь, уже в пакет засунула, уже всё. Чё, ну чё, она продаётся или, блядь, тупня? Курова, поздай меня. Вчера я устроился на свою первую работу программистом-аналитик. Мне 17 лет. Ещё учится один год. Молодец. Вставь, вчера тоже донатил, но ты скипнул. Это был мой первый донат. И чё? Первый донат, это не первый секс. Всем похуй. Спасибо за донат, кстати. Пускай будет больше веганов, меньше спроса на мясо дешевле цена. Пускай будет больше веганов, меньше спроса на мясо равно дешевле цена. Это ж сколько веганов-то должно быть, ёб твою мать. При желании может нахер оторвать человеку руку. Ну вот сможет ли эта лошара из говна и полок сделать, ну не знаю, самопал, чтобы какому-нибудь льву еб... Осуждаю самопалы. Запрещено изготавливать самопал на территории Российской Федерации. Плищи в щепке развалительные. Любая модернизация оружия, не предназначенного для игр, запрещена. Плоть карается по закону. Модификация пневматического и травматического оружия попадает под закон Российской Федерации. Осуждаем нахуй. Хм, сомневаюсь. Если учесть тот факт, что человек разошел от обезьяны, этот предок был веганом. Наш предок был веганом. Бля. Ну это, конечно, предок, блядь, был веганом, нахуй. Обезьянный. Травоядный. Нихуя себе. Может он еще был интерсакциональной феминисткой? Шимпанзе-геном, которая... Блядь, я на всякий осуждаю. Я понятно, что не для этого было использовалось, но... Что меня в моменте аж, блядь, дернуло, нахуй, сейчас этого кадра. Я на всякий случай осуждаю, блядь. Попадает с нашим на 99%, если че, всеядное. Вплоть до того, что не брезгуют пускать своих же собратьев на стейк. Было бы все так, как ты говоришь, тебя бы уже саму давно на котлеты бы зафоршмачили. Всем привет. Приезжай в Марии Эл. Тут ебашишься, сколько миссакомбинатов. Воняет жестко. Первый донат с 2017. Не, ребят, приезжайте, по гарантии, если у вас в Регарде что-то случится, приезжайте к ним там на обмен. Когда в Регард поедете, возвращать там видеокарту или еще что-то. Там пиздец у них вкусно пахнет. Я не знаю, если они спот не поменяли, блядь. Они возле мясокомбината находятся. Ебать, там пол района воняет, блядь. В Москве нахуй. Воняет, блядь, так, шо, пиздец. Непонятный какой-то едкий запах, блядь. Ой, я хуй знаю, даже как не сдох, это хуже раза в два, блядь. Привет, меня зовут Сергей, и я вегетарианец. Ну, по тебе видно, кстати, Сереж. Я не ем мясо. Я против убийства любых живых существ. Тем более, поедание их трупов. Наш пирот был всеядным. Мы все всеядные, нахуй. Курочку с салатиком самое то. Чел, смотри, какой курен, блядь, вкусный, лежит, сука, ждет, пока шеф его схавает. Ура, первый раз деньги закидываю прикольному челику в термитике. Спасибо большое. Сергей, если кто-то обратит внимание, Сережа рассказал о том, что он не поддерживает убийство любых живых существ. Поэтому, когда Сережа, блядь, идет, его кусает шмель, Сережа выставляет руку и такой, блядь, я не поддерживаю твое убийство. Хуярь меня, блядь, всем роем, нахуй. Более того, Сережа настолько добрый, что Сережа подходит, блядь, на рыбалку со своим отчимом и говорит, Отец, я сейчас возьму удар на себя, раздевается до гола, сосите мне, вот так стоит, и его облюбливают комары, потому что комарики тоже живые существа, их надо кормить. Сережа не обидит даже комара. В западной части страны, где жарко или тепло. Я просто с Камчатки у нас 3-5 раз поднималась тепло 20+. Я хуй знает, у меня кондиционер лично есть, кстати. Не мой. Митсубиси Электрик. А клещей? Ну, я думаю, Сережа бы клещей убил, скорее всего, он бы им жопки откусывал бы. Ну, это чё? Это же... Ну, это не живые существа, это, блядь. Я думаю, Сережа, он, как вам сказать, насекомый расист. Или националист. Или, блядь, ну, то есть... Все животные как бы важны, но клещи, сука, ёбаная, блядь. Эти ублюдки не имеют права жить. Хотя, может быть, он тоже приходит, сейчас рубашку снимет, а у него там 5 клещей, блядь, сосёт. Сиську. Против убийства любых живых существ. Тем более, поедание их... Кстати, мало кто знает, но Сережа срёт себе на тарелку, блядь. Для того, чтобы мухи не голодали. Трупов. В смысле, тем более. Это же самая морально удобоваримая установка, в принципе. Я бы понял, если бы Сергею не понравилось, что из коровок делают аэрфорсы. Но кикнуть микрочелла из жизни, чтобы его схавать, это вообще самая естественная вещь в природе. Разве нет? Вы же понимали... Моей мамы по молодости была собака породистая. Она была очень дорогая и её родным, а в чём грусть? Сосед снизу сделал из собачки ботиночки своей женушки. Осуждаю и плачу. Ем как раз шашлык. Очень вкусно. Чё за пиздец, это шо, блядь, художественный вымысел, блядь. Или что? Чё за пиздец, это реально такое может быть? Или это шутка какая-то неудачная, я не понимаю. Блядь, какой донат ебаный. Ем как раз шашлык. Блядь, хватит. Ну, во-первых, Мозя, прости, пожалуйста, такую реакцию. Я просто впервые слышу, чтобы собаку можно было захуярить для того, чтобы ботинки сделать. Ну, как бы, а во-вторых, это уже сделано. Это какой-то артхаус. То есть, ну, собаку-то не вернуть в любом случае. Чё плакать-то? Уже пожила собака получается. В мире много несправедливости, и каждый день такая хуйня происходит, и кто-то по приколу, блядь, просто ходит, котов пинает, например. Понимаете, что шашлычок, жареная рыбка, сосиски в тесте, это трупы животных. И чё, ёпт? Я в шоке. Сергей сначала вызвал у меня аппетит, перечисляя еду, а затем эрекцию. Уже ли он ничего не сказал про мучения и пытки? Залупа тогда бы у меня точно взорвалась. Я считаю, что пока человек будет убивать, чтобы есть, до тех пор он будет болен и несчастен. А как думаете вы? Ну, я думаю, что дух... Я думаю, ты несёшь хуйню. ...думают только лохи, во-первых. Во-вторых, каким образом исключение из моего рациона купацких сосисок... Чат, клянусь, я, короче, у меня завтра мероприятие у Яндекса будет, если чё. Поэтому, как бы, следите, я там ссылочку в телегу дам, телегу вам скинут. Я, короче, сейчас досматриваю видос, в любом случае, я не к этому, я к тому, что... Я пиздец, как хочу посмотреть дебаты Байдена, блядь, и Трампа на этом канале, блядь, я хочу это сделать. Я, правда, хэзэ, там, естественно, политика будет, блядь, но я хочу порофлить, блядь. Там вообще пиздец, говорят, там мемасов просто вот столько, блядь. Либо, блядь, в телеге можешь что-то сделать. Это рофл был. Прости, что так получилось. Я хотела, чтобы ты сейчас посмотрел арт. А-а-а, ну всё, а у меня тебе отношение к тебе. Моя девушка не против моей колбаски. Хотя она веган. За обе щеки уплетает. Это потому, что у тебя малютка, блядь. Да я думаю, в ТГ посорять, чат. Просто тут-то политика будет, блядь, там, по-любому. А в ТГ хотя бы не страшно будет, там. Поэтому в приваточку подписываемся. Yes or no? А, да-да-да. Байчу-байчу. 300 рублс? Угу. Сделает меня счастливым. Здоровым может быть, но нахуя мне такое здоровье, которое нельзя потратить на сочный чизбургер. Да и если по-честному, животный белок с большой натяжкой можно назвать вредным, как и сюрприз почти любую еду. Даже тот же... Это, кстати, пиздоболы. Вот эти вот. По-честному, животный белок с большой натяжкой можно назвать вредным, как и сюрприз. Вот те люди, которые вот так хавают, это пиздоболы самые настоящие. Они, короче, там ходят, рыгают, блядь, в тазик, опять хавают. Ну, то есть физически невозможно столько же сожрать, сколько они едят. Сюрприз почти любую еду. Даже тот же сахар, который демонизирует во вменяемых... Но есть люди, которые реально хавают. Я там на одного афроамериканца подписывался, который, блядь, самый острый все себе хуярит и сидит такой, бля, бля, говорит, пиздец. И он сидит, хавает вот такую тарелку, блядь, лапши нахуй, который нахуярил там, я не знаю, по этим, как, в чем измеряется острота? Там какой-то, блядь... Убивать животных ради дорогих шуб для тупых пейся, это пиздец? Вот это пиздец, да. Или там на сиденье, свой Роллс-Ройс, вот это пиздец. А хавать, очень вкусно. Сковели, да, и он там что-то 2 миллиона сковелей в эту вермишель, бах, нахуй, перемешал, сидит, бля, и он ее сосет вот так, бля, хуярит, хуярит. У меня у мамы сосед был чуваком жрущим других челов, ну и помимо ее собаку отрыли. Ну, может, ему вкусно было в году людей кушать. Вот это, кстати, интересный моментик. Я осуждаю людоедство, блядь, очевидно, нахуй, кто вообще поддержит. Но вот... Спросите, наверное, вот, блядь, интересно, что ответит людоед, если спросить, какое на вкус человеческое мясо? Знаете, как у типичного чувака, который уехал куда-то за границу, что-то там попробовал, лягушек, блядь, каких-нибудь еще, что-то, и ты такой, бля, братан, расскажи, и че там, как по вкусу? И он такой, бля, да как курица, еб! И на маслинах двигаться. В нашем климате без мяса, без шансов, точка-точка-точка-точка, тем более, если нужно на зоот или за дровами, точка-точка-точка-точка-точка-точка, а идея, как намечтать на квартиру, точка-точка-точка-точка-тупо. Парад мещанства. Что такое мещанство, дорогой? На веганах в основном похуй. Самое неприятное, когда у подобных типов появляются дети, они с рождения прививают свою ебнутую идеологию, из-за чего дети либо в реанимационке лежат, либо хуже. Я видел, короче, так, что там кто-то даже умирал, если что. Потому что он недавно случай был, какой-то инстаграмер своего ребенка, блядь, кормил только травой, блядь, тот помер. Ну, блядь, ну, человек же не помрет, если травоядный, блядь, правильно? Ну, если травку будет кушать, мясо не будет кушать, но он же не помер бы, блядь, наверное. А тут, блядь, что-то взял, и ребенок помер. Походу, человек не травоядный, блядь. Да это не та трава, чуваки. От той травы бы, наверное, ребенок из-за ребенка заземлил, и он такой, бля, нахавчик проперла пизда вообще. Ща бы барашка, блядь, ух. Коровку, бля, ух. Пиздец, и сидел бы такой, блядь. Ой, осуждаем наркотики на территории Российской Федерации, не поддерживаем, это уголовно наказуемо. Ребята, статья 228. В их пропорциях не принесет никакого существенного вреда, как и выпечка и все остальное. Ибо в таких вещах важна мера. Любая штука, которой ты злоупотребляешь, может вылезти боком. Можно даже с кайфом в крашек сыграть, если делать это с умом и не с целью заработать. Ну вот, например, чел бежит, ты его стопаешь, пока он себе ногу не сломал, им бум, немного по... Это что же, реклама, блядь? Ну или как сапер, ебан... Ты шо... Ёбаный в рот. Ты ёбаную ракетку мне, блядь, что ли, втираешь? Тел, вот эти вот 5,5 икс... Ёбаный сыр, блядь. Давай это, иди отсюда. Огромные, так что, залетай по ссылке в закрепе и участвуй. Ага, щас, щас. А я еще, кстати, мем прикольный про веганов нашел. Наша задача разными схемами обмануть эту грёбаную ракетку. Мы не ходим в азарт. Не входим. Бля, у меня не получится никогда такой акцент, блядь. Зацените, блядь. А теперь лайфхак для тех, кто не ест мясо, так же, как и я. Берем котлетку. Бля, это пиздец. Я, кажется, знаю, кто будет, блядь, на тусовке доедать корочки от пиццы. Потому что мы будем заказывать пепперони специально. Бля, что-то сегодня у меня разрывные какие-то, да, шутки? Ебать, конечно, я сегодня в ударе, блядь. У-у-у, щит, гадым. Шапка влияет на меня положительно. Выкидываем. Охуеть, блядь. Ну, молодец. Ты вообще ебанутая. Ты же, по идее, веган. Ты же должна не покупать бургер. Тем самым не поддерживать убийство животных. Ты же его, блядь, купила, нахуй. Макдональдсу абсолютно похуй, блядь. Ты же купила, блядь. Ты поддержала котлетку эту. Ну, то есть, в чем твоя логика, блядь, ее выбрасывать-то, нахуй? Если ты поддержала убийство. То есть, ну, какая-то хуйня. А ты проспонсировала, получается, котлетку, блядь. А то, что ты ее не съела, да всем похуй, еб. Ты же ее купила. Вы помните, как этот сюр какой-то был? Какой-то там бренд что-то пизданул. И все. Все начали свои сумки выкидывать, блядь, брендовые. И ты такой, о, нет, только не это. Вы же, блядь, долбоебы их купили, блядь. Вы выкидываете свою вещь, блядь. Идиоты ебаные. Ох уж эти, блядь. Ну, посмотри, как Паша Дуров выглядит, блядь. Он же больной человек. Он какие-то ноты, блядь, закупает. Какие-то хомяки, блядь, понимаешь? Оно же, ну, не просто так все это, понимаешь? Не может сервер мне сделать для трансляции. Выкатывает какие-то обновления в угоду Эплу и Гуглу. Посмотри, это все того, что он мясо не ест. Телеграмм старцы какие-то придумал. Ну, понимаешь? Вот там, как бы, уже у человека, блядь, сознание второе открывается. Видел я таких детей в реанимации. Тяжело, пиздец. Тяжелейшее истощение. Кахексия. Бледные. Что, пизда? Из-за анемии. Куча капельниц. Литры инфузий. Питание через трубочку из-за слабости. Ну, это пиздец, конечно. Почему ты хочешь скачать расширение на браузер спонсор блок? Почему ты не хочешь скачать расширение на браузер спонсор блок? Потому что так у меня появляется гораздо больше. Больше, тем для общения, понимаешь? Я всегда смотрю рекламу, но сам скидываю. Добрый вечер. Удачного стрима. А веганы сосан. Спасибо, Пашутин. Также со второй и отличный бургер получается. По-моему, суть Биг Тести и Биг Мака в том, что там мясо. Зря на мясокомбинате кручу эти ебучие сосиски. Чтобы какой-то чел их выкинул из хэт-дога. Наша задача разными схебами закрутить эту ебаную сосиску. Ми не ходим в азарт. А где приватка то, а то я только на бусти подписываю. А нахуя ты, блядь, не подписывайся там, там нет стримов, блядь. Зачем ты платишь деньги, блядь, за контент, которого не будет. Приватка вон в описании, там, про приватия написано. Да вообще пиздатый. Знаешь, что сделает этот бургер по-настоящему веганским? Это когда только в чат обязательно запрос киньте, там ребята общаются. Но там, правда, новеньких хуесосят. Ты в сральник выкинешь не только котлету, но и булку, сыр, сливочный соус. И оставишь только это. Реально клёвый бутер. Такие бургеры можно на развес на рынках покупать. Алис салата называется. При приготовлении булочки используются яйца, которые животного происхождения... Ты чё говоришь, долбоёб? Ты чё сказал, блядь? А молоко откуда добывается? Из животных, которые потом стареют, и её на бекон, блядь, забивают нахуй. Чё ты говоришь-то, блядь? В сыре используется молоко животного происхождения. В соусе на сливках используется сюрприз сливки, которые, ну вы поняли. Почему я должен объяснять веганам, что его можно, а что нельзя? Это утомительно. Если ребёнку предложить спелый манго и сырой труп курицы... Ну, по-моему, у него ребёнок помер, кстати. Ну, я не уверен. Не хочу пиздеть. То, что он выберет. А что выберешь ты? 5 миллионов долларов или... Или спасти 10 детей? Не обязательно. Больших. И толстенную термоядерную бомбу АЭй-602, которую засунут в рот этому миленькому кролику. О, я бы второй выбрал, кстати. Но кролика можно пощадить, а вот такую петарду, блядь, рядом с домом держать, слышишь, чтобы никто к тебе в радиусе не мог подойти, это вообще имба. Я бы выбрал 5 миллионов, чтобы купить две таких бомбы и засунуть в кролик. Бля, две, я не подумал чё-то. Ну, а если без шуток, то чё за дурацкий выбор? Ты бы ещё спросил, что он выберет? Здоровую счастливую мать или, ну не знаю, четвертование быками? Почему апелляция к мнению ребёнка должна быть аргументом в пользу веганства? Ведь что не ребёнок, то гастроэнтеролог или диетолог. Вы что, не знали? Сука, вкусный, блядь, бегает. Я хуею. Главное музыку, блядь, поставить. Я бы ещё вот такую поставил. Музыку тоже пойдёт, знаете? И уже немножко окрас меняется сразу автоматически. Знаете, если любой видеоряд поставить трансгендера, блядь, то кажется, что это как будто бы реально мета. Понимаете? Вот этот трек, он всегда делает любые слова серьёзными. Поэтому слушайте. Записывайте. А то забудете, блядь. Понимаете, о чём я? Главное подставить, блядь. А, ну ещё. За 1500 в приваточку мою, по иерархии лестницы. Снизу вверх, нахуй. Я буду главный генерал там. И пиздеть запрещено. Тоже. Какие коровки красивые. Только почему они до сих пор не измазаны в майонезе, для меня загадка. Да и меня очень сильно смущает. Первая вставка с коровой. Типа, причина быть веганом в том, что ты можешь коров... Да чё палец давал? Я бы... Прови в рот свои немытые пальцы запихивать? Для этого, кстати, веганам быть не обязательно. Это может сделать любой поехавший извращенец. А ещё по кадрам видно, что даже травоядных животных заебало есть траву. Вон с каким энтузиазмом пытаются человеческую плоть отведать. Веганы, задумайтесь. Почему веганки и веганы навязывают своё мнение? Ведь есть животных, это личный выбор. Это возражение против веганства основано на том, что люди... Если вы подумали, засунуть туда, не палец. Да это плохая идея. Сука, все ждут. Бывает, что у животных на самом деле тоже есть свои интересы. Интересы в избежании страдания и смерти. Мало кто сегодня считает, что животные это просто машины. Блядь, да понятно, что им больно, блядь. Очевидно, нахуй. Ну очевидно, что им больно, блядь. Ну понятно, что им больно. Ну что ещё объяснить? Ну что мне поделать? Я хочу мясо, блядь. Ну не есть его, блядь, тогда я умру. Это же, блядь, ну это жизнь, блядь. Понимаете? Просто мы систематизировали жизнь. Наши предки, блядь, вот там ещё, когда нахуй динозавры, наверное, ходили и мамонты. Сука, с копьями хуярили, чтобы выжить, сука. Чё ж они, долбоёбы, не додумались, блядь, листву хавать? Идиоты, блядь, эти. И мы сейчас, текущий человек, придумали это систематизировать. Но да, это жизнь. Кто-то кого-то жрёт, блядь. Это природа, блядь. Ну как ты попрёшь против природы, блядь? Ну никак ты не попрёшь против природы, блядь. Это как, ну я не знаю, нахуй, блядь, прийти, короче, и сказать, ах ты, Посейдон, ёбаный, и идти лопатами лупить море, блядь. За то, что наводнение, нахуй, произошло. Ну это, блядь, природа, нахуй. Блядь, люди, придурки, блядь, какие-то. Ну не хочешь ты есть мясо, ну не ешь. Блядь, твой выбор, блядь. Хочешь вообще ничего не ешь, хочешь воду только пей, блядь. Умрёшь потом, и всё, всем похуй. Нахуй ты навязываешь, блядь, вот это всё. Что потом шизики реально, блядь, своих детей, блядь, не кормят, нахуй. Ты, сука, эти дебилы даже сами своих детей мясом не кормят. Это, блядь, ебанятина какая-то. Изменить мир можно только тогда, когда мы сможем синтезировать белок животный. Уже сделали, уже вырастили кусок мяса, но это будет неликвидно до тех пор, пока этот, блядь, кусок мяса не будет стоить к умню. Всё, тогда можно животных не тушить. То многие животные умрут. Значит, веганы способствуют убийству животных. Но это уж совсем отдалённо притянуто. А грибы кто-нибудь спрашивал, блядь, сука? Растёт тебе семья, блядь, подберёзовиков, нахуй? Живых существ, блядь? И в один день, нахуй, у тебя папе, нахуй, башку сносят, блядь? И ты смотришь, а перед тобой... А тебя не ёбнули, потому что тебя жук поел. И ты смотришь на батю, блядь, а батю тебе никто не вернёт. Живые машины, над которыми можно издеваться без причины и убивать их. Мы осуждаем живодёрство, потому что понимаем, что... Блядь, этот чел похож на Гришу. Всё, меня хуй знает. Мне хочется... Его зовут Гриша, блядь, сто процентов. Беспричинное страдание, наносимое животным, это аморально. Да, у людей, которые тоже являются животными, есть свои интересы. Как и у льва есть свои интересы. Как и у всех в этом мире есть свои интересы. Вот только при... Кстати, интересный факт. Уважаемые женщины, это вам посвящается. Ну, не конкретно вам, а в целом. Ну, вы сейчас узнаете. Лев, это вообще охуенно. То есть некоторые индивиды женского пола в ТикТоке очень любят, блядь, сравнивать свои какие-то, блядь, вот эти желания. Блядь, поняли? Ну, типа, говорят, мы же же... Ну, вот, мы животные, типа, поняли? Поэтому мы имеем право требовать, блядь. Да нет, нахуй, мы же не животные, блядь. Хули нас с животными сравнивают? Мы люди, блядь. Мы эволюционировали, понимаете? У нас как бы там равноправие, тыры-пыры, все дела, блядь. Так вот. И они, короче, чаще всего принимают, блядь... Галяльный факт против этих типочков. Про каких-то там животных. И ты был вегетарианцем, думайте. Так вот, спасибо за донат. И они приводят пример, говорят, вот в животных там самец бегает за самкой, блядь. Понимаете? Потому что он там танцует, тыры-пыры. Да, базару ноли, такое есть. Давайте возьмем в пример тогда, блядь, червячка, нахуй. Ну, такого обычного дождевого, который утром, блядь, женщина. И его ебут мужики, а вечером он сам превращается в мужчину и ебет женщин, которые еще не превратились в мужчин. Или давайте, блядь, пример, возьмем морских коньков. А хули нет. Там, если че, мужик ебет самку, самка им такая, ну нахуй мне эта пузо ебаная. И отдает ему икринки. И мужик, блядь, сука, с этой икрой ходит. Выращивает своих детей. Это у него пузо. Ну, или возьмем, к примеру, львов. Или шершня, блядь, какого-нибудь ебаного. Трутня, блядь. Знаете, кто такой Трутень? Это чел, который просто королеву поебывает и ему жрать приносят, блядь. Охуенно, ёпта. То же самое у львов, кстати. Чел себе сидит, нихуя не делает. Вообще нихуя. Ну так, чисто такой. Я тут, блядь, главный, нахуй. Пиздатый, охуенный. Я тут любому льву ебало набью. Это мои женщины, 20 штук примерно. И я их ебу. Они ему хавку приносят. Причем они, сука, добывают еду. Приносят. Сначала кушает лев. Потом детишки. А потом уже сама самка, которая эту еду принесла. Ну че, блядь, будем так, как животных, что ли, это будет происходить? Ну, или как, блядь, пауки. Черная вдова, которая, блядь, такая. Выебите меня кто-нибудь. И мужик такой. А, сейчас я, блядь, тебя выебу. Трахает ее, а она такая. Нихуя ты, черт, охуел. Башку ему, бах, нахуй. И все. Ну а хули мы про животных-то, блядь, говорим? Ебаные дебилы, блядь. Это отличает нас от животных, что у нас не как у животных. У нас очень важная социальная составляющая. Ебать. Много кто просто жопу моет и свое говно, короче, понял, в душе, блядь, смывает. Чтоб ты знал. Или в беде я хуй знает. Ну, в беде еще как будто норм. Фу, блядь, я ем. Чел, ну, кто-то смывает, а кто-то ест, типа. Я что, блядь? Ну, если тебе нравится жрать говно, ну, я что, блядь, с этим сделаю? Ну, кушай, блядь. Каждый дрочит, как он хочет, как бы. Главное, не около меня его хавы, и все, вопросов не будет. При конфликте интересов побеждает самый сильный, ну, или тот, у кого ебаная базука. И мы же не просто так кикандосаем животных на гриле, это не бессмысленно? Бля, ну какой вкусный, сука, ебаный стейк, блядь. Занятие, оно имеет вполне себе реальные профиты в виде вкусного и полезного хавчика. Не нужно этого... Блядь, а в мультике Рататуй мыши совсем охуели, готовили мясо, блядь, других животных. Ну, это вообще пиздец. Это же даже несправедливо по отношению к другим животным. Ебучие, блядь, мыши, сука. Крысы, блядь. Для примера. У меня тетя веган, чисто потому, что ей жалко животных. Но. Она для остальных членов семьи готовит потрясающую жареную курицу. А для себя ищет максимально сбалансированное блюдо. Чё, шо это значит, я веган на полшишечки, блядь. Ты либ веган, либ ты не веган, блядь. Давай, не строй из себя хуй, пойми кого, блядь. Это выставлять как без... Максимально сбалансированные, блядь. Что, мяса чуть-чуть, типа? Ну, я так, поддерживаю, но полшишечки, блядь. Видел, как бы там вскрывали горло. А ничего, полчаса стоит, сволочь. Рубил гусям и бралерам головы. Никогда не было отвращения к месту. А у меня есть. ...издевательство. Я не ем кому, блядь, вот гусь там, допустим, у бабушки был, она бы ему башку захуярила, он бы ещё пять метров пробежал, я бы этого гуся не съел. Это делается не ради удовольствия от издевательств и мучений над животными, а ради более прагматичных вещей, типа хавчика, шмоток, денег, ну и так далее. Мы, конечно, можем считаться с интересами животных, которых кушаем, вот только большинство людей на это никогда не пойдут, ибо нахуя считаться с интересами другого вида, когда многие люди с интересами других, таких же, как они, людей, не всегда считаются. Ну, например, как веганы, которые не хотят считаться с интересами мясоедов. Это же, кстати, отвечает на вопрос, почему веганы навязывают своё мнение. Бля, какого хуя вообще я живу в то время, когда, блядь, дохуя всяких шизов ебучих, которые чё-то требуют, чё-то, блядь, рассказывают, вот эти вот, блядь. Мы за наши права, блядь, слушайте нас. Нет, мы, блядь, слушайте нас. Вы можете все разом нахуй пойти, блядь? Я уже, ну, блядь, этот бодипозитив, тот, блядь, нахуй веган, блядь. Там, нахуй, я хуй знаю, квадроёбер какой-то, блядь. Вы вообще, чё, долбоёбы все, что ли, нахуй? Бля, реально досидитесь до того, что появится какой-то человек, который всё заебёт, нахуй? Бля, сейчас в бану лечу, короче, вы поняли. У них есть интерес защитить животных, у мясоедов интерес их съесть, у производителей заработать в конфликте человеческих интересов побеждает не только сила, но и многомиллиардные капиталы, которые эту индустрию держут за яйца. Можем перестать есть, эксплуатировать животных и жить здоровой полноценной жизнью. Мы хотим изменить мир для того, чтобы животных оставили в покое. Давай, короче, изменяй мир, я там посмотрю где-то через пять лет, что у тебя будет, как ты мир-то изменил. И сегодня у нас есть все технологии... Прайм, чё? А, пельмешка, блядь, спасибо огромное за 10 подарочных, ебанутся, спасибо, мужичок. Фактические решения для этого. У нас есть общество, которое начало серьёзно задумываться про ваш живот. Не, на самом деле этот парень клёвый, типа, без шуток, с моральной точки зрения, что плохого в том, чтобы лишний раз не сеять зло в этом мире. Любой адекватный чел хотел бы жить в таком мирке, вот только есть огромное количество причин, почему этот светлый мир брокколи и авокадо никогда не наступит. Ну, во-первых, чё-то у меня большие сомнения на тему технологических решений, ибо почва и её плодов... Права животных, кстати. ...родность отличается от места к месту, где-то хорошо растёт авокадо, а где-то не растёт ничего вообще. Можно, конечно, искусственно вмешаться в экосистему, подстраивая почву... ...это девочка вроде, нет, это Гришка, чё... ...культурой, которых там быть не должно. И да, такие возможности есть, вот только кардинальное вмешательство в экосистему... Чё, пацаны, как там нахуй? Тут у типа, блядь, мотор масло хавает, блядь, катализатора уже как лет 20 нет, блядь. Чё там, пацаны, блядь? Электрокары, ес? Систему не пройдёт без последствий, и из-за изменений в почве будут погибать грызуны, насекомые... Ну, что делать? Если я хочу постоянно трахаться, я животное. Сижу сейчас в стейкхаусе. Много кто хочет. Ем вкуснейший мраморный стейк с прожателлером. Норма, наверное. Он просто тает во рту. Это наши животные рефлексы. Пиши, это мужик. Что хочется смаковать каждый кусочек. Стейкхаусе, ем вкуснейший мраморный стейк. Уууу. Кир, ты чё, блядь, братишка? Он просто тает во рту. Идеально сочный, нежный вкус, аромат такой, что хочется смаковать каждый кусочек. В бутчерс ходи, там пиздец, какие стейки вкусные, я ебал, ребята. Ну, не стейки, а, в смысле, вкусно. Животные, которые ими питались, ну и так далее. Прикол в том, что где-то выгоднее и безопаснее выращивать только скот, где-то только овощи и другие культуры, климат, почва, вся эта штука настолько индивидуальна, что невозможно без... Не, нормально хотеть ебаться, если чё, типа, ну это норм. Заходишь, короче, на свой блядский ВБ, заказываешься, там Джузеппе такой фиолетовый. Пока никогда, пока не вышло ничего такого. Сдержек из любого места сделать манговый рай. Да и допустим, что будем делать с миллиардами уже живущих животных? Что он думает, что у человека? Усыплять или оставим на растерзание хищников, а их же нужно как-то кормить, а если их не продавать, где брать деньги на выращивание для их пропитания? Переход всех людей на веганство сделает самый массовый геноцид корроза всю историю нашей планеты. Ну и, конечно, я бы посмотрел, как многомиллиардная индустрия скотоводства просто смирится с такими тенденциями. Ведь где-то было видано, чтобы капитал будет до последнего защищать свои интересы и в случае чего инициировать войны для защиты своих сбережений. Да нет, ведь в правительстве многих стран точно нет политиков, которые связаны с крупнейшими бизнесами на нашей земле. Конечно, нет. И, конечно же, они просто попрощаются со своими триллионами ради благого блага для всех. Верю. Бля, ну, тут всё понятно, нахуй. По-моему, тут всё понятно, чё, блядь, вообще смотреть? Тут с нулевой, нахуй, хуйта какая-то будет сейчас. Четвёртая причина, почему веганы лучше Бога. А эта дамочка не мелочилась. Я бы понял, если бы она сказала, почему веганы лучше Гитлера, ну или, на худой конец, рыжего и званушек. Ну, прям поставить себя выше Всевышнего, это, конечно, уровень самооценки, к которой я стремлюсь. Базовые забугорные фанатики, радужка, будь добрым, будь веганом, ну, весь набор. Да на фоне этих челов наши веганы, это последний очаг адекватности и здравомыслия. Бог, в отличии от веганов, любит всех, даже мясоедов. Это ещё Всевышний не видел, как эти разноцветные устраивают митинги за защиту прав микробов и обливают картины в музеях тушёной фасолью. Вообще, это вообще пиздец какой-то. Какое-то масло, блядь, там чё-то отменяют, блядь, дороги перекрывают, блядь. Я ещё ебанутые, я бы их лупил, нахуй, палками, блядь. Что и делают люди на записи, и я, блядь, пиздец как радуюсь, когда им в ёбыч прилетает. Чё, блядь? Ну, короче, я вам говорю, вы же когда, блядь, сидите и говорите, как в Америке заебись там или где-то в других странах, там, блядь, ну, это всё не ебейший масштаб имеет, если чё. То есть эти долбоёбы ходят, обливают картины в знак протеста, чего-то, блядь, что им кажется, что масло, блядь, подсолнечное, это вообще пиздец. То есть перекрывают дороги, блядь, просто садятся, потому что хотят чё-то донести, а ты в это время спешишь, или у тебя жена рожает, или у тебя мать помирает, ну, короче, не дай бог. И эти хуесосы просто перекрывают дороги, блядь. Ну, то есть, о чём вы, блядь, вообще говорите, нахуй? Это пожилая не просто веган-активист, но ещё нехуёвый бизнесмен, который аккумулирует свою идеологию в неплохой кэш, даёбываясь до блогеров, сасываясь. Я не говорю, что это везде, блядь, типа, но таких много. У нас таких вот, ну, не видел особо. У нас есть, конечно, там тоже протестующие какие-то, но, блядь, с плакатиком один человек встал, всё, нахуй пошёл, как говорится, понимаете? Поэтому пока что у нас в этом плане такого не будет, блядь. Потому что стоишь больше, чем один человек, это уже митинг, нахуй, понял, блядь? Да ещё, если б у нас такие, блядь, сидели, ну, во-первых, Россия для грустных, это ж факт, блядь. Вы просто представьте, что чел едет домой, блядь, 11 часов вечера или 8, блядь, примерно. И какая-то хуйня, блядь, просто села на дорогу с правами, говорит, запретите подсолнечное масло, блядь. Да я думаю, он бы тапочку в пол нажал бы, блядь, переехал бы, блядь, так ещё полстраны бы сказали, красава, нахуй. Можешь задонатить моего друга, а чё, блядь? Нет, мужик, это, конечно, будет очень хреново. Если я отхожу, но какой нахуй задонатить твоего друга, блядь? Я могу только ссылку покидать, мужик, но впредь не трать, пожалуйста, огромное количество денег, блядь. Чел доту стримит, скажи ему, что у него нет будущего, если он будет стримить доту ебучую. А ну-ка, Ариш, покидай ссылку. Спасибо за пять тысяч. Вообще, я тенденция... Ну зайдите хоть, поздравьте его человека, день рождения. У него ДР. Чё он там говорит? Поху, у него там катка в доте, сейчас послушаем. Блядь, на что ты пять тысяч проебал, чел, АФК, сидит им, похуй, блядь, там катка, блядь. Крип его, крип, убил, только что. О, посмотрел. Опа. А, 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 смотрите, он ещё и вопросиками, у нас началась токсичная битва. Может, у него чата нет, блядь? Ну, хорошо. Что-то такое манерное, да, мужчинка, блядь? Блядь, я так просто не оставлю. ЗД РС, краффил, как у вас дела? Ебать, тысяча онлайн, а челу похуй вообще, слышите? Сидит доте, блядь. Надо на своих стримах во время стопов выстелять слайд-шоу из мемов, как это делают монтажеры подобных роликов, взял ипотеку на этот донат. Ух ты, осуждаю. Эх, щас бы выйти на улицу Нью-Йорка, заорать на весь Таймс, кверхе Сузге и получить больше поддержки, чем веганы за их тероятство. Зарабатывать на ущемлении в Америке уже давно не нова, там некоторые разноцветные только и ищут повод, чтобы ущемиться и подать суд на обидчика с целью поживиться на моральном ущербе. Благо, в России с ее судебкой такие финты... Это вообще прикол, блядь, там чел через потолок съебаться хотел. ...прокатывают, поэтому остается монетизировать ущемление через инфлюенс. Веганство педалируют не в последнюю очередь компании, которые производят веганскую продукцию, блогеры, которые на этом веганстве могут заработать, ну и морально уязвимые чудики, которые все еще верят в прекрасный мир брокколи и авокадо. Ну а то, что веганство по большей части скан в плане здоровья и охот... ...слышал прикольное мнение, что это челы, купленные большими компаниями, чтобы настроить общество против активистов, ведь нельзя быть такими долбайбами. Да, блядь, хуй его знает, может быть. Вот а вы что думаете, блядь, если на... У нас алкоголь продается вообще по доступной цене сигареты, блядь, и почему у нас выходят всякие законы, которые душат вот эту хуйню? Потому что, блядь, есть охуенные владельцы, которые нихуёво так держат капитал сигарет, которым очень невыгодно, что будет кто-то переходить на электронку. Поэтому, блядь, их пытаются запретить... Ой, как давно, ебать. Вы же не замечали, что вокруг вейпов пиздец сколько новостей, типа, что надо запретить, надо что-то еще что-то, блядь. Потому что, блядь, ну это в обход идет, понимаете? Кого-то? А эти вегебургерианцы в курсе, что коровы не способны прожить без человека. А, ну да. Ну ты не спрашивал корову, что ты за нее отвечаешь? Нас еще приглашали в клуб веганов. Говорили из сыра белок мясной добывает. Я охуел. Вов, а жесткий снюс под пивко, норм. Не норм. Ще нарыгаешь, блядь. Без хуйню навязывают, когда животные не умирают от естественного отбора, и что будет лучше, чтобы курицу. Курицу собака какая-нибудь мучала, грызла, или топориком бамс. Кстати, привет из Якутска. Лучше ничего. Ну вообще, кстати, естественный отбор, пожалуй, требуется, блядь, для половины тиктокеров, нахуй, которые затирают хуйню про полы. Не про полы, в смысле ламинат, а про полы, в смысле мужчина-женщина, я считаю. Я еще считаю, такие люди не должны размножаться, кто сеет вот эту вот хуйню, блядь, раздором. А вообще, всем похуй, что там долбайбы делают. Могут высказываться, как хотят. Но, как я описал в доке, если помнишь, любой радикализм хуйня саваж. Всем пис. Голова на плечах есть у всех вас. Демонстрируют когда-то бывшие веганы, которые вернулись к обычному родственнику. Вы видели эту хуйню? Смотрите. Почему я больше не веган, блядь, или... Я веган, типа. И там следующий видос. Я перестал быть веганом. Блокадо. Ну а то, что веганство по большей части скам в плане здоровья, охотно демонстрируют когда-то бывшие веганы, которые вернулись к обычному рациону из-за проблем со здоровьем. Понимаете, веганами становится громко, во всеуслышание стуча себя по грудине. А вот перестают ими быть тихонечко. Где-то на задворках с лицом, типа, ничего и не происходило. Будь, ты че кидаешь нахуй? Нельзя такие сиськи красивые кидать в чат. Понял? Причем в вегетарианстве или веганстве тоже можно найти плюсы. Как временную диету для восстановления своего ЖКТ это имеет место быть. Ибо во всем нужна мера. В мясном, жареном, жирном, ну и так далее. Не бывает чего-то стопроцентно хуёвого или стопроцентно хорошего. Все определяется пропорциями. Поэтому упарываться во что-то определенное, еще и со словами «мы за мир во всем мире» не просто вредно для здоровья, но и для мозга. Подписывайтесь на телег... Алло, я тебя сейчас, блядь, ты че кидаешь нахуй, сиси, блядь? Я осуждаю, блядь. Видосик хороший, неплохой, мне нравится. А время, блядь, выключать стрим, потому что мне завтра надо вставать рано. Поэтому я предлагаю всем подписаться на мой телеграм прямо сейчас и фолунсо на мой твич-канал, кто это еще не сделал. А я сейчас дам рейд и поделюсь всем своим счастьем. Так, кому бы дать рейд? Реально. Так, ну-ка, сейчас, блядь, глянем. Знаете, я дам рейд дерзко. Сидят, что-то шашлычки готовят, вообще с кайфом. Все, покеда, ребята. Пока. И, кстати, я завтра введу вот эту хуйню. Блядь, что это нахуй? Какая-то хуйня. Завтра введу залупу. Блядь, где файл-то? Блядь, ну, короче, мы с вами записывали какую-то хуйню. Завтра введу... Это самый... Да это сервак там, блядь, его надо включать, чтобы он заработал. Поэтому, похуй, ключ не рабочий. Это от телеги, по-моему. Вы мне, блядь, скажите, мы ставим хуйню с вебкой или нет? А я знал. Да, точно ставим. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok